Всем привет! На связи Ресим. В этой серии спроектируем военный транспорт для Объединенного Звездного Содружества. По требованию заказчика транспорт должен быть спроектирован на базе фюзеляжа Скиольд, что с датского переводится как ЩИ. Из-за специфического дизайна фюзеляжа он идеально подходит для проектирования транспортов по перевозке военных и особо ценных грузов. У корабля три палубы. Вторая основная. На третьей палубе можно разместить мостик. А первая палуба скорее вспомогательная, на ней слишком мало места. Так, сейчас выберем двигатель. Требуется скорость 6,8. Обычные двигатели не подойдут, поэтому нужен трансгалактический. Я выбираю самый дорогой по стоимости, но дешевый в эксплуатации, так как требуется меньше техников для обслуживания. Так, идеально двигатель встал вместо под двигатель, который вот обозначен желтой полосой. Сейчас нужно соединить палубы между собой, проложить электропроводку. Так, выбираем место. Все, готово. Также проложить стальные трубопроводы по охлаждению, теплоотводу, воде, воздуху. Делаем это симметрично. Так, вода, электричество, охлаждение, энергия. Так, теперь требуется подъемник, чтобы техники могли подняться на эти палубы. Так, с первой на вторую есть, теперь нужно со второй на третью. Так, сейчас найдем место подходящее. Так, это здесь. С этой стороны. Так, и с этой стороны. Все, подъемники есть. Теперь переходим к следующему. У нас будет... Так, посмотрим на требования, что у нас вообще требуется. Так, нужны дрымы. Вот, здесь вот необходимый рефрижератор. Сейчас его и построим. Установим ангар под холодильники. Так, вот, на второй палубе основной, потому что на другие он просто не поместится. Поставили рефрижератор. Дальше требуется построить каюты техников. Отстроим подъемник подъемников, чтобы они могли добираться на любую палубу. Дальше выбираем, что у нас требуется. Малый ангар. Малый ангар. Выбираемся. Так, сюда и у них на поставить. Вот, построим его на другой стороне корабля. Так, можно поставить два, но нам не требуется в данном проекте. Нужен только один. Вот, он обозначен зеленым, что требование выполнено. Дальше следует построить трюм. По требованию нужно 7000 тонн. Нам не хватает 4500. Большой трюм дает 5000. То следует достаточно одного большого трюма. Ставим трюм. Готово. Так, спасательные капсулы. Сейчас найдем место для капсул. Так, они должны быть возле зеленой линии, то бишь внешний корпус корабля. Здесь мы построили. Так, лазарет для раненых. Мы ставим автолазарет, так как для него требования обслуживания гораздо меньше, чем для обычного. Так, теперь каюты медиков. Нам нужно 2 медика. Один будет работать в медотеке, другой контролировать водоочистку. Так, улучшенную водоочистку. Теперь строим жизнеобеспечение. Отстроим вот так. Готово. Так, капсул нам еще не хватает, так как мы увеличиваем количество экипажа. И следовательно, капсул требуется больше. Максимальное требование заказчика, это 20 членов экипажа. У нас пока 6. Так, следующий. Мостик. Так, проверю сейчас, будет ли подходить маленький мостик. Для корабля такого размера. Ставим. Нет, не подходит. Значит, надо средний. Устроим его на третьей палубе. Теперь необходим бортовой компьютер. Обычный, так, этот на 20 процентов мощности, этот на 40. Вот его и поставим. Так как корабль у нас военного назначения, требуется гораздо больше безопасности. В случае каких-то непредвиденных ситуаций. Так, кают пилотов. Вот, строили. Каждая каюта средняя, вмещая по 2. По и по 3 пилотов. Общий сложный смысл в 6. Так, теперь устанавливаем казарму для солдат. Так как транспорт должен быть под охраной. Улучшенный арсенал. Который позволит солдатам иметь гранаты. Хотя гранаты на борту космического корабля, это странно. Третья палуба, наверное, используют не будем. У нас все поместится на вторую. Так как требований не так уж и много. Сейчас вот кают пилотов сюда поставим. Так, вот, не вязать. Передвинем компьютер. И поставим кают пилотов. Готово. Так, теперь сделаем защиту корпуса в районе мостика. Ну, заодно и пилотов тоже защиты. Так, вот, бронеплиты устанавливаем. Здесь у меня даже два ряда. По бокам. И теперь защиту для мостика. Установили. Установим щиты для защиты. Средний. Большой вот дает полный охват. Здесь кодицы и средний. Хотя у него хватает, конечно. Но туда большой не поместится просто. Вот сюда бы встал тот же щит идеально. Там у нас каюта техника. Здесь у нас ничего нет, поэтому защищать там особо и нечего. Так. Нужно перейти к бакам с водой. Один бак нам дает 47%. Девяносто три. Так, ну, значит еще один. Бак с водой поставить. Поставим компактный. Меньше места занимает. Так, передмениваем технику. Сюда, наверное. И поставим все-таки большой щит на их место. Вот, идеально. Так, теперь с водой вернемся. Так. Баки с водой разместим здесь. Все. Полностью обеспечили корабль водой. Следующий у нас будет. Нам не хватает технику. Лучше построим. Для переда пилотов. Поменьше. Зато освободим одно место для экипажа. Передмениваем компьютера. Теперь построим каюту техника. Нам будет поближе к бакам с водой, ангару и двигателю. Чтобы у него было проще добираться туда. Так, теперь баки с воздухом. Точно так же, как с водой, устанавливаем достаточное количество. 100%. Так. Подъемки мы уберем. Так как они здесь не потребуются, наверное. Мы не будем использовать эти палубы. Вообще. Так. Нам требуется еще. Вот. Так. А. Все помогло. Нам нужно электронер подключить. Подключить генератор. Все системы подключены, кроме двигателя. Постой маленький. А. Все перешло в питание на двигатель. Все помогло. Нам надо построить резервный генератор. Он побольше мощности. Но все равно не хватает для объединения. Угу. Нужно добавить еще генераторов. Так. Все. Питание полностью подается на все палубы. На все помещения. Так. Теперь выход в космос нужно организовать. По обе стороны отправлять. Делаем эти выходы. Так. Далее. Нужны ворота для нашего рефрижератора, ангара и большие ворота для трюма. Установили. Что надо смотреть? Окей. Поставим оружие. Должен же наш транспорт защищаться от попадения. Тем более раз он военный. Делаем пару орудий по обоим порталам. И добавим еще один генератор для обеспечения питания этого оружия. Так. Дальше нужно соединить амбразуры с орудиями. Амбразуры с орудиями. Нам его недостаточно одного. Нужно построить еще одно. Но здесь уже места не хватает. Поэтому, скорее всего, нужно будет сейчас средние тоже не поместиться. Скорее всего, малые отсеки охлаждения надо будет ставить. По размеру только они и подойдут. Сейчас вдоль корпуса, вот как раз в этих оставшихся местах, можно расположить отсеки охлаждения. Так, спасательный капсул пока уберем. Поставим дополнительно охлаждение. А вот с другой стороны еще у нас есть полно. Так. И, пожалуй, отсюда я уберу, поставлю, вынес. В НБУ. Так. Теперь отсеки для выпуска тепла в космос. Винки. Выводка выполнена. Все готово. Так. Расположим спасательный капсул, который убрали. И требуется... И требуется... Где-то я люк забыл. Отлично. Вот. Еще один люк. Все. Зеленое подтверждение, что выполнено. Еще спасательный капсул. С другой стороны борта. Как раз. Все подходит. Теперь соединяем люками все наши помещения. Для того, чтобы члены экипажа могли ходить, проводить техосмотр. Вот и должны идти на мостик. Здесь соединяем два люка и соединяем их к коридору. Я сделал то же самое. Коридор и два люка. Здесь ставим большой люк. Он сразу вместе с коридором. Сюда нужно ставить обычный. Сюда. Еще еще сюда большой. Здесь соединяем тоже люками. Как только соединяем все помещения и люками, они будут зеленого цвета, значит доступ полностью ко всем помещениям открыт. Соединяем так, чтобы был полный доступ техников. Есть. А, вот еще оставшиеся спасательные капсулы. Соединяем. Готово. Так, не хватает энергии. Нужен еще один генератор в маяке. Все. Соединяем. Не хватает подъемника. У нас на соединенной палубе все-таки подъемник необходим. С одной стороны. Противоположная сторона. А, у нас же соединена палуба первая и вторая. Нужно соединить вторую и третью. Готово. Так, нет энергии. Нужен энергопровод, наверное. Получу поставить все слюки соединения. И электропровод. Ставить. Готово. Соединяем у люка. Теперь надо с ртовой и третьей палубой разобраться. То же самое. Ставим электропровод. Люк. Насоединение. Так. Насоединяем. И здесь. Все. Полностью все готово. Все требования выполнены. Сейчас перейдем к тесту экипажа. Тестировать экипаж на все возможные ситуации. Зеленая, желтая у нас поле полость по максимуму пройдена. С военной проверкой у нас не хватает, значит, что удар спецвойск пройден наполовину. Ну, потому что у нас не хватает солдат для полного противодействия нападению. Так. Но. Сейчас пройдем все остальные. Так. Космический бой. Как выдержит корабль это. 10 баллов. Так. И последний тест катастрофы. Капитан скрывается от вражеского флота в электромагнитном углуке астероида. Так. Понятно. Как он вытянет в этом случае. Все 20 баллов. Замечательно. Все условия выполнены. Сохраняем проект. Все. И. Выбираем контракт. Все. Данный корабль соответствует контракту. Его можно запускать в производство. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok